Приветствую! Что же это за парад планет, который в небе нелегко увидеть? Давайте разберёмся! В июле 2020 года планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн расположились по одну сторону от Солнца, но всё же не в одну линию. Это первая. На небе мы не увидим планеты рядом в одном созвездии. Наоборот, они довольно далеко друг от друга, но всё же сложилась хорошая возможность за одну ночь увидеть несколько планет на небе. Юпитер и Сатурн видны уже до полуночи, после полуночи становится заметным в небе Марс, а на рассвете низко над горизонтом Венера. Меркурий, в принципе, наблюдать нелегко. Он далеко от Солнца не отходит. Важный момент. Подобный парад планет чаще всего это не события одной ночи. В течение нескольких недель планеты не сильно поменяют расположение относительно друг друга. Но почему 4 июля? Дело в том, что к интересному расположению планет присоединяется Луна. В ночь с 4 на 5 июля случится полутеневое лунное затмение, но оно будет наблюдаться не на всей территории Земли. И само по себе не будет впечатляющим. То есть Луна в эти дни расположена близко к линии Солнца-Земля-Луна. Я успешно заснял планеты на видео и обрабатываю изображения. Через телескоп были получены довольно неплохие кадры. Скоро поделюсь с вами. Так что подписывайтесь на новые видео и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые сюжеты. Вернемся к параду. С точки зрения астрофизики, дальнее расположение космических тел в Солнечной системе не является чем-то необычным и требующим пристального изучения. Это регулярные события. Исследователи подчеркивают, что положение планет не оказывает сколько бы то ни было значимого влияния на нашу с вами повседневную жизнь. Хотя астрологи уверяют, что это очень опасная конфигурация. Как бы то ни было, я желаю вам уверенности в себе и ярких впечатлений от наблюдений. Пишите в комментариях, какие планеты вы уже нашли в небе и увидели, какие есть вопросы. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok